Забытый день рождения Кристина Белоногова рассеянно вертела в руках пригласительный. Ее одолевали сомнения, стоит ли идти. Она не видела своих одноклассников уже почти 10 лет и в принципе не сильно расстроилась, если бы не видела их еще столько же. С другой стороны, в ней постепенно просыпалось любопытство. Она хорошо помнила свой класс, своих учителей, свою старую ветхую школу. Интересно, как они изменились за это время? От нахлынувших воспоминаний ее отвлек телефонный звонок. Кристина посмотрела на имя, высветившееся на дисплее. Таня? Вовремя однако, задумчиво произнесла девушка, поднося телефон к уху. Из трубки послышался жизнерадостный голос подруги. Таня была единственной ее одноклассницей, с кем она не потеряла связь. Привет, Крис! Ты уже получила пригласительный? Да, сегодня утром. Здорово, правда? Увидим ребят. Боюсь, они давно уже не ребята. Кристина улыбнулась. Таня, как всегда, была полна энтузиазма. Ты хочешь пойти? Еще бы, это же классно! Я практически никого не видела с нашего выпускного. Только не говори, что ты не пойдешь. Я еще не решила. Хотя Кристина уже чувствовала, что от Тани она просто так не отделается. Кстати, кому вообще пришла в голову идея собрать нас снова через такое количество лет? Если честно, то я понятия не имею. Голос в трубке был явно разочарованный. Таня привыкла всегда быть в курсе дел. Не зря еще в школе она умудрялась быть не только старостой в классе, но и посещать сразу несколько кружков подряд. Зато я пробила адрес, указанный в пригласительном. Правда? И что же это? Какая-нибудь столовая? Круче! Таня выдержала театральную паузу, продолжила с придыханием. Это бывшее здание танцевальной школы. Круто, да? Странно. Крис нахмурилась. Она всегда хмурилась, если что-то казалось ей странным. И все-таки, кому понадобилось собирать нас через столько лет? Кристина заглушила двигатель и вышла из машины. Здание танцевальной школы выглядело достаточно угрюмо, в сгущающихся сумерках. Даже отсюда она слышала музыку и ровный гул слившихся воедино голосов. Вздохнув поглубже и досчитав до десяти, девушка направилась внутрь. Отыскать нужное место было нетрудно. Достаточно было пойти на шум музыки. Большой прямоугольный зал был украшен гелиевыми шарами всех цветов радуги. Бумажными цветами, как мухи, облепившими скучные старые шторы. И апогеем всего этого черного обескусия был большой серебристый шар диска, свисавший с потолка и рассеивающий по залу сотни бликов. «Крис!» – к застывшей на месте девушке быстро приближалась Таня с улыбкой до ушей. Она была одета в блузку какого-то совершенно немыслимого колера, а пухлые ножки были туго обтянуты черными леггинсами. Кристина едва подавила в себе смешок. «Я так рада, что ты приехала. Наши, к сожалению, пришли не все. Кстати, ты помнишь Тамару Новосельцеву?» Таня, вцепившись Кристине в локоть, увлекла ее куда-то в центр зала. «Тома, посмотри, кого я привела. Помнишь Кристину Белоногову?» Тамара Новосельцева сильно изменилась за прошедшее время. Из нескладного угловатого подростка с мышиного цвета волосами она превратилась в эффектную девушку с модной стрижкой и умелым макияжем. «Кристиночка, здравствуй, моя дорогая! Рада тебя видеть!» Кроме эффектной внешности, Тома приобрела мягкий бархатистый голос. Кристина могла поспорить, что у ее бывшей одноклассницы не было проблем с ухажерами. «Я просто замечательно, а ты как?» «Я вышла замуж, недавно родила сынишку. Кстати, ты уже обзавелась потомством?» Кристина отрицательно покачала головой. Несомненно, она хотела детей. Но, увы, на ее жизненном пути еще не встретился достойный претендент на роль мужа и отца ее детей. Далее вечер протекал довольно однообразно. Встречи с бывшими одноклассниками – одни и те же вопросы. «Ну как у тебя дела? Чем занимаешься?» И практически одни и те же ответы. «У меня все прекрасно. А как ты?» Единственной, кто в тот вечер выглядел по-настоящему счастливой, была Таня. Сияя, она перебегала от одного гостя к другому, захлеб ударяясь в воспоминания о незабываемых школьных годах. Ведущей вечера была миловидная полная женщина лет пятидесяти, которая то и дело предлагала гостям какие-нибудь конкурсы. Подвыпившие одноклассники, весело смеясь, принимали в них участие. Кристина же предпочитала оставаться в стороне. «Что я вообще здесь делаю?» – грустно думала она, разглядывая позрослевших ребят из ее класса. «Может, если я сейчас тихонько улизну, никто и не заметит?» Кристина уже хотела было двинуться к выходу, как в зале началось что-то невообразимое. Из вентиляционных решеток повалил густой серый дым, быстро наполняя собой все пространство. Девушка кинулась к выходу, но седовласый сторож проворно выскочил за дверь и силой захлопнул ее. Кристина отчаянно дергала за ручку, но все тщетно. По залу раздались крики. Люди начали задыхаться от едкого кисловатого запаха дыма. Кристина почувствовала, как ее сознание постепенно погружается в темноту. Последнее, что она увидела, была ведущая в маске-респираторе. Кристина застонала и с трудом открыла глаза. Первую минуту она видела лишь сплошную белую пелену, выхватывающую неясные очертания. Затем картинка постепенно начала проясняться. Она находилась в небольшой тусклоосвещенной комнате, судя по всему, в подвале. Перед ней располагался массивный стол, накрытый полинявшей скатертью. По периметру стола на стульях крепко привязанные сидели ее одноклассники. Кристина попыталась шевельнуться. Так и есть, ее тоже надежно приковали к стулу. Через некоторое время все остальные постепенно пришли в себя. Послышали стихи и стоны, плач, слабые крики и вопросы. Где я? Что происходит? Выпустите меня отсюда! Крис, что случилось? Стул Тани находился прямо напротив стула Кристины. Ее подруга выглядела испуганной, впрочем, как и все остальные. Я не знаю... Слова давались девушке с трудом, в горле першива. Тише! Это был Коля Миронов. Раньше он ходил с постоянно взлохмаченными волосами. Теперь же это был солидный молодой человек с аккуратной прической. Да тише, вы слышите? Кто-то идет! В подвале сразу же наступила тишина. И действительно, все услышали быстрые, чуть пришаркивающие шаги, которые направлялись в двери. Буквально через полминуты в помещение вошла ведущая их праздника. Она успела переодеться. На ней красовалось ярко-красное платье, обильно украшенное блестками и рюшем. Общее впечатление портил только цветастый фарду, туго затянутый вокруг обширной талии. «Ах, мои дорогие! Как же я рада, что вы все собрались!» «Что тебе нужно, чертова стерва?» – выкрикнул кто-то. «Немедленно развяжи нас!» «Нехорошо грубить, молодой человек!» Женщина улыбнулась и направилась в сторону говорившего. Кристина с трудом повернула голову. Ведущая подошла к высокому, светловолосому парню и укоризненно покачала головой. «Я не допущу, чтобы на этом празднике кто-то скверно словил». Внезапно она досталась передника кухонный нож и быстрым движением руки перерезала светловолосому горло. Кровь потоком хлынула из раны, заливая белую рубашку и забрызгав скатерть. Все, в том числе и Кристина, завопили от ужаса. «Ну вот!» – женщина вытянула нож от передника, отчего на цветастой материи образовалось темно-красное пятно. «Надеюсь, мальчики и девочки больше никто не будет плохо себя вести. Вот и ладненько. Скоро вам подадут угощение. Думаю, вам не терпится попробовать праздничный торт». С этими словами женщина, улыбаясь, вышла за дверь. Большинство, сидевшие за столом, все еще продолжали судорожно вслипывать. Тамара Новосельцева, которая сидела прямо напротив убитого парня, не отрываясь, смотрела на коровавое пятно, расплывшееся по скатерти. «Надо выбираться отсюда!» Коля Миронов первым пришел в себя. «Разве вы не видите? Это тура сумасшедшая! Эй, Крис, что это у тебя там за спиной?» Кристина вздрогнула, будто бы очнувшись и опасливо обернулась. К обшарпанной стене подвала были прикреплены две фотографии. На одной был изображен весь их класс, когда им было лет по 12. На второй худой бледный мальчик с большими печальными глазами и затравленным взглядом. «Эй, я, кажется, знаю его!» Выкрикнула Таня, которая тоже внимательно всматривалась в фотографию. «Он вроде учился в нашем классе, только вот я практически не помню его». «Точно!» – Кристина отвернулась от фотографии. У нее затекла шея. «Только он, по-моему, переехал. Нам тогда было 11 или 12». Внезапно в подвал опять вошла женщина. Она несла на вытянутых руках большой шоколадный торт. «Это любимый торт Олежки!» С нежностью произнесла она, выставляя угощение в центр стола. «Он будет так рад, что вы пришли к нему на праздник!» «Извините, мы не совсем понимаем, что тут происходит!» Таня выдавила из себя дружелюбную улыбку. Лицо женщины приобрело устрашающее выражение. Олежка никогда не пользовался популярностью среди сверстников. Тихий мальчик. Мой бедный малыш часто болел, поэтому ему приходилось пропускать школу. В его 11-летие я предложила ему устроить большой праздник и позвать на него своих одноклассников. И вот, в назначенный день, я испекла ему его любимый шоколадный торт. Олежка так волновался. Никогда еще я не видела его таким возбужденным. Мы вместе украсили комнату и стали ждать. Шло время, но никто так и не пришел. Я успокаивала его, говорила, что еще не поздно, что, мол, ребята просто задерживаются. Тогда я решила подарить ему подарок, чтобы хоть как-то поднять ему настроение. Это была железная дорога, о которой он так давно мечтал. Я вышла из комнаты буквально на 10 минут, а когда вернулась, посреди комнаты, украшенной шариками, на собственном галстуке висел мой Олежка. После мы с мужем переехали в другой город, но недавно снова вернулись сюда. Муж устроился работать сторожем в этой школе танцев, а я решила устроить для Олежки день рождения, который он так хотел. Скоро он придет, дорогие мои. За дверью послышались тихие, медленные шаги. А вот и он. Входи, мое золоце, входи же. Массивная дверь силой распахнулась, и в подвал вошел мальчик лет 11. Он был одет в черный костюм с белой рубашкой. Тусклые волосы аккуратно уложены на пробор. Посиневшие губы тронула легкая полуулыбка. Но глаза, оглядывающие и собравшихся абсолютно ничего не выражали. Женщина обняла мальчика за плечи. С днем рождения, мой сладенький. С днем рождения, мой сладенький. С днем рождения, мой сладенький. Продолжение следует...